В этом году Печорскому лесозаводу исполняется 113 лет. В свое время это предприятие было градообразующим, и на нем трудились целые родовые династии. Оно как памятник, историю которого надо знать и передавать из поколения в поколение. Именно поэтому, по инициативе председателя собрания депутатов Нининского округа Анатолия Мендина, старшеклассники из второй школы проверили свои знания в тесте по страницам Печорского лесозавода. Ребятам, которые лучше всех справились с заданиями, вручили заслуженные награды. Дарья Честнейшина из седьмого класса свою грамоту получила абсолютно заслуженно. Во время проведения обучающего урока с участием пенсионеров Печорского лесозавода, который был организован накануне самого теста, девочка не только внимательно слушала, но и конспектировала, что и пригодилось ей во время выполнения заданий. Этот тест был очень познавательный для всех. Нужно знать историю округа. Для нас сделали специальную презентацию, чтобы мы хоть что-то ответили на тесте. Понравился тест и однокласснице Дарье Лизе Филипповой. После обучающего урока она сразу отправилась в библиотеку, чтобы побольше узнать про историю Печорского лесозавода и хорошо написать тест. Особенно девочке запомнился один вопрос. Понравилось. Очень познавательные были вопросы, на которые можно было отвечать. У меня был вопрос, как переводится «стелополярь». «стелополярь» переводится как «полярная звезда». А вопросы для теста рождались благодаря совместной работе учителя истории Ольги Коткиной и самих ветеранов. Нина Васильевна Романчук за более чем 40 лет работы на заводе сначала простым работникам, а потом начальникам производственного отдела каждый вопрос пропускала через себя и через свои воспоминания, которые бережно хранятся в каждой семье и в каждом доме, которые так или иначе причастны к «стелополаре». Очень здорово, что наши ребята по окончанию этого тестирования показали прекрасное, прекрасное знание. Некоторые очень даже глубоко описали свои, в общем-то, семьи, своих родителей, бабушек, рабабушек, которые работают на предприятии очень много лет, династии у нас очень много было на заводе. И мы думаем, что продолжим вот это мероприятие». Идейный вдохновитель Анатолий Васильевич доволен результатами. Первый блин, признается, получился никомом. Впереди много планов и работы. Но самое главное – это преемственность поколений, без которой память об истории Печорского лесозавода и округа в целом пропадет. «Я считаю, что вот это мероприятие прошло на хорошем таком организационном уровне, и ученики с удовольствием приняли участие в этом тесте. Более того, они самостоятельно сами искали материалы по истории Печорского лесозавода, расспрашивали своих родных, близких, дедушек, бабушек о том, как они трудились. И это здорово. Здорово то, что наше молодое поколение будет знать историю трудовые и будни, и подвиги своих родных и близких. И я думаю, что мы эту традицию по проведению этих тестов с помощью ветеранской организации Печорского лесозавода будем продолжать». На лесозаводе сохранились танки, инструменты прошлых лет, еще не выброшенные на металлолом. В музеях и архивах города, округа Архангельской области имеется ряд фотоматериалов и документов о деятельности лесозавода. Елена Семеновичева, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Семеновичева, Вадим Стасюк.